Слушайте доктора Спасибо, я тоже рад За эфиром начали мы говорить Ревью делать По поводу нашей прошлой темы Которую мы сегодня продолжим Это тема Вреда алкоголя Его влияние на организм человека И на общество И на общество, конечно И начали мы Здесь опять такой небольшой спор Наш с Дмитрием Лидовичем По поводу золотой середины Я как человек, честно говоря Иногда позволяющий себе Что-нибудь Алкоголесодержащее Но я считаю, что это не вредно В больших количествах В малых количествах мысли не вредно Поэтому иногда я считаю, что можно Допустимо И на мой взгляд Это не ведет никакой серьезной Пропасти, разрывы с окружающим миром Дисбаланса во Вселенной И прочим Дмитрий Леонидович Сейчас говорит обратную историю Что на самом деле Все не так Я правильно понимаю? Да, наверное Все-таки не совсем так Давайте спортом Ваше мнение? Ну, во-первых Я уже говорил В превью Что Люди, которые прослушали Эта передача у нас Вызвала Со мной Наибольшее количество откликов Несмотря на то, что были до этого И другие интересные темы Видимо Программа выходила в декабре Перед новогодним праздником Мы как раз хотели поднять тему Вреда алкоголя Возможен ли Алкоголь Польза алкоголя Возможна ли? Я пришлю к виду, что нет Вот поэтому Ее можно найти у нас в архивах На сайте И переслушать Да, продолжай Вот И Слушатели Те, которые С алкоголем Которые от алкоголя В свое время страдали Но сейчас Поставили крест На общении с ним Сказали В том числе В ваш адрес Было высказано Что Вы пытаетесь постоянно Убедить слушателей О том, что С алкоголем можно договориться И существует некая Золотая середина Я не пытаюсь Ни в чем убедить слушателей Если что Я не пытаюсь Возможно Подсознательно сквозит Вот То есть Нет Это не на сознательном уровне А вот где-то Вот все равно Что свидетельствует о том Что в нашем обществе Такое мнение Очень распространено Что вот с ним Можно договориться Вот недельку я пью Недельку я хожу В спортзал Потом недельку Я еще работаю А потом недельку Я снова пью И в принципе Я могу так существовать Так На самом деле На самом деле Такого не бывает То есть Оно постепенно Постепенно Все равно Становится чаще Постепенно Дозы все равно Увеличиваются И постепенно Постепенно Мы все равно Ну Тот кто Кто живет В таком образе И не задумывается Над тем Что в принципе Что-то не так И не замечает Этого Он потихонечку Сходит К краю Извиняюсь за такое выражение Но синей ямы В которую Очень незаметно Соскальзывает А начинается Да Начинается С шампанского Начинается С коньяка В кофе Потихонечку Потихонечку С бальзамчика С бальзамчика Какого-нибудь Для здоровья Для здоровья Ну нет Сейчас же Очень распространенное Оправдание Это то что Красное вино Оно полезно По 100 грамм Красное вино Это Многие так говорят Потому что Некоторые Сотрудники Медучреждений Даже так говорят И рекомендую Даже некоторым Простите Пожалуйста Даже беременным Женщинам Употреблять Красное вино Ну это Как бы Оставим Вообще Без комментариев Значит Где Мы уже Это обсуждали Где у нас В России Натуральное Виноградное Некрепленное Непорошковое Красное вино Нигде Ну может быть Где-то Совсем В южных Районах Нашего Черноморского Побережья Кавказа Ну не всем везет Ну в России С этим Вообще не везет И у нас Вся эта пропаганда Так называемого Полезного В кавычках Алкоголя Она сводится К тому Что люди Начинают пить По 50-100 грамм Водки Потому что Тоже ведь Это же А водку не слышал Что вы говорили Что полезный алкоголь Честно Нет Нет Но те Которые это слушают Они потом Переводят Что вино Это тире В принципе Как бы водочка А в принципе И коньяк Ведь он тоже Ведь так Как бы В полезен Ведь Почему бы нет Ну и Начинается Все со 100 грамм Заканчивается Белыми горячками Замерзаниями На морозе Обморожениями Гангренами Циррозами И так далее Стресс С устатку После рабочего дня Стресс ведь Надо снять По 50 грамм Вот такой алкоголь Он Периферическую нервную сеть Вот такой Вид алкоголизма Когда человек Понемножечку На каждый день Он ведет К поражению органов Нисколько не хуже Он как бы Глубже проникает В внутренние органы Чем если человек Пьет запойно Ну то есть Полгода не пьет Потом уходит В отрыв Там на месяц Потом снова выходит Полгода не пьет Потом снова в отрыв Благополучно Неблагополучно Умирают И при том виде Алкоголизма И при другом виде Алкоголизма И при запойном И вот при таком Тихом Когда вроде бы Я для пользы Здоровья пью Там понемножку Ну регулярно Да Я опять же Возвращаюсь к тезису На которую Слушатели обратили внимание Что В той передаче Прозвучало Что давайте Исходить из того Что у нас 90% населения В принципе Это алкоголики Мы живем В обществе Пораженном Эпидемией Алкоголизма То есть Это совокупность Людей Которые признали Свой алкоголизм И те которые Не признали И те которые Не признали Но те которые Его употребляют Чаще чем 12 раз в году А у нас Таких Подавляющее Большинство Наше общество Нездорово Оно Нездорово Психически Наше общество Страдает Тяжелой Токсикоманической Зависимостью В том числе У нас же реклама Слабо алкогольных Напитков Разрешена В позднее время У нас Эта традиция Сложилась Десятилетия Вот не надо Прикрываться Традиции Нет Вера Нет никаких Традиций Недавно Я нашел Статью В живом Журнале Люди Нашли Что Русский Не дурак Чтобы пить Это статья Примерно 120-летней Давности Так вот Там Показатели Критерии Меры Того Кто сколько Выпивает Русский Да Русский пьет Два штофа Англичанин Пьет 13 штофов Это было 120 лет назад Русские Не пили Если бы они Пьянствовали Они бы не завоевали Одну шестую часть мира Это не было Всегда И из этого Надо выбираться Да Мы свалились Туда В конце 80-х Начале 90-х И сухой закон Горбачева Он был конечно Видимо Мерой отчаяния Который не спас Но Надо чего-то делать Если нация хочет жить Надо все равно Как-то выбираться Мы Страна Пораженная алкоголизмом И любая Пропаганда Алкоголя В нашем обществе Что он там Полезен В каких-то мерах Там Вот если принимать Там В каком-то Особом режиме Она вредоносна Для России Никакой золотой середины Нет Давайте я Небольшой резюме Сделал Предыдущего интервью Вот это Начало Программы Сегодняшней Нашей с вами О том Что если Рекомендация идет От медицинских Специалистов О том Что Можно Немножечко Вина Красного Что Мы С этой Рекомендацией Я думаю Что через Некоторое Время Таких Медицинских Специалистов Будут Направлять На Переаттестацию Для подтверждения Своей Врачебной Квалификации Потому Что Это Так-то Ну Это Противоречит С одной Стороны У нас Правительство Вроде бы Как бы Говорит Что мы Должны Там Здоровье Бороться У нас Какие-то Национальные Проекты Здоровья С другой Стороны У нас Идет Пропаганда В том числе Через Средства Массовой Информации О том Что Понемножечку Там Можно Вот Для России Это Надо Выбирать Что-то Одно Если Нация Хочет Сохраниться Она Все равно Будет Она Выберет Сторону Трезвости Нам Не Сделать Никаких Прорывов На Пьяную Под Пьяную Лавочку Никакие Прорывы Не Делаются Следующий Который Хочется Вести В нашей Своей Беседой О том Что Не бывает Золотой Середины Что Если Есть Употребление Алкоголя Чаще 12 раз В месяц 12 раз В году Да Простите 12 раз В году В месяц Как-то Слишком Часто Это Алкоголизм Уже Все Это Уже Все 12 раз В году Если Чаще То Уже Постепенно Происходит Реакция Внутренних Органов Постепенно Скажем Состояние Которое Уже Я Рассказывал Схему Значит Что Человек Начинает Это Западная Классификация 12 раз В году Еще раз Повторим Это Западные Критерии И вот Нам Чтобы Выбраться Из этой Синей Ямы Я Все Таки Предлагаю Ориентироваться На их Критерии Потому Что У них Этой Традиции Повального Пьянства Нет Значит Хотя Сейчас Может быть Уже Тихонечко Не Тоже Надо Смотреть Конкретно По сторонам Да Значит Если Человек Употребляет Чаще Чем Раз В месяц Алкоголь Это Говорит О том Что Он Не Умеет Радоваться Праздникам Радоваться Жизни Без Химической Зависимости То Есть У него Праздник Сопровождается Обязательно Алкогольным Возлиянием Этим Уже Формируется Психологическая Зависимость То есть Человеку Для 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 Ощущения Какой-то Там Эйфории Или Псевдо Эйфории Ему Нужно Принятие Вовнутрь Алкоголя Постепенно Постепенно Ну Соответственно Человеку Понятно Хочется Испытывать Ну Хотя бы Суррогат Радости Понятно Что Он Пусть Временный Пусть После которого Становится Не очень Хорошо Но Но Мы Все равно Биологические Машины Нам Всем Хочется Испытывать Радость Человек Начнет Употреблять Еще Чаще А если Тем более Он еще Переживает Кризисный Перед Он Таким Какое-то Время Он Столкнется С тем Что У него Уже Не Только Психологическая Зависимость Что У него Она И Физическая То Есть Сам Организм Перестроился В своих Процессах Обмена Веществ На То Чтобы Использовать Энергию Которая Поступает От Алкоголя А Не От Глюкозы Да И Как Раз Об Этой Переориентации Организма Изменения Обратимых И Не Очень Обратимых Мы Сегодня Большую Часть Времени Наверное И Посветим На Прошлой Программе Ранонсировали О том Что Есть Несколько Видов Под Видов Воздействия Откоря на Организм Результатов Воздействия То Это Болезни Такие Это Психологические Состояния Сегодня Изменно Видите Чему мы Говорим Как раз О Болезнях Которые Везут Алкоголь Конечно Первое Что Приходит В голову О том Что Вы Уже Сегодня Упоминали Это Циррозы Давайте Об этом Поговорим Чем Они Вызваны Как Они Вызваны Как Это Происходит Я Если Можно Сначала Расскажу Историю Из Практики Лет Наверное 15 Назад Ко Мне Пришел Высокопоставленный Чиновник Нашего Кировского Руководства Который Возможно И бывал И у вас Ну Не у вас Конкретно На эхо Да В эфире Фамилию Называть Мы не будем Вот На консультацию По поводу Гепатита По всем Анализам У него Гепатит Был Невирусный И вроде Бы как Нелекарственный Потому что Человек Говорил Что он Особо Ничего И не Принимает Вот Там Остается Очень Немного Вариантов Я ему Сказал Что у вас Гепатит Алкогольный Ну После сбора Жалоб Сбора Анализа У вас Другого Варианта Как Гепатит Алкогольный Другого Варианта Да Алкогольный Гепатит Ну Алкогольный Гепатит Это То Что Потом Приводит К циррозу То есть Это Как бы Предыдущая Предстоящая Да Предцирозная Стадия Ну То есть Это Разрушение Печени Из-за Того Что Человек Из-за Того Что Алкоголь Является Прямым Гепатит Токсичным Ядом То есть Ядом Который Разрушает Печень Напрямую Вот Ну Я Человеку Вот Высокопоставленному Чиновнику Сказал Что Вы знаете Вам Пить Нельзя Он Сказал Вы Меня Доктор Не Понимаете Я Тогда Был Конечно На 15 Лет Моложе Опыта У Меня Было Может Быть Меньше Вот Он Мне Сказал Вы Понимаете Вы Точнее Доктор Меня Не Понимаете Я Не Могу Не Пить Потому Что Если Я Не Буду Пить Я Не Смогу Работать У Меня Работа Так Пить 15 Лет Назад Все Так Культура Употребления Алкоголя Была Еще Шире В России То Все Так Анти Пропаганда Алкоголя Она Дает Работает На Это Я Ему Сказал Что Вы Знаете Вы Работать Если Вы Так Продолжите Вы Работать Все Равно Не Сможете Потому Что Вы Не Сможете Жить Ну Он Посмеялся Врач Молодой Странный Не Понимает Еще Много Вот Где-то Примерно Через Год После Нашей С ним Встречи Я Прочитал В газетах Кировских О том Что Человек Сгорел На Работе И Горючее Которое От Которого Он Сгорел Оно В общем То Было Понятно Ну Там Да Нет Человек Был Предупрежден Полностью Умер Да Он Насколько Знаю Нет Цирроза Умер Он По-моему От Сердечно-сосудистой Катастрофы Но Скорее Всего Которая Была Спровоцирована Ну Там Или Инсульт Или Инфаркт Я Подробности Не Знаю Но Которая Скорее Всего Была Спровоцирована Опять же В том Числе Злоупотребление То То От Этого Не Застрахован Никто То То Копаются От Этого У Нас Ушел Скоропостижный Первый Президент Российской Федерации Напомню Вот Этому Подвержены Очень Многие Поэтому Да Это Те случаи Которых Мы знаем Да Это Только Те Случа Которых Мы знаем Вот С момента Нашей Вот Первой Беседы Вот До Сегодняшнего Дня Да У Меня Трое Знакомых Уже Ушли От Алкоголя Ну Так Да Вот Значит Мы Чего Про Последствия Алкоголь Поражает Все Органы Системы Существует Система Нервная Система Алкоголь Является Прямым Нейротоксичным Ядом Алкоголь Поражает Также Половые Железы И В перспективе Импотенция Это Реальность Алкоголь Очень Нехорошо Действует На Поджелудочную Железу Острый Алкогольный Панкреатит Это тоже Диагноз От которого Люди Уходят Алкоголь Очень Неблагополучно Действует На Вообще На Желудочно Кишечный Тракт Он Провоцирует Обострение Геморроя Колитов Язв Острый Алкогольный Панкреатит Вызывается Сочетанием Припевом Песни Сергея Трофимова Коньячок Под шашлычок Вкусно Очень Вот Коньячок Под шашлычок Это прямой Путь К острому Алкогольному Панкреатиту Давайте Панкреатит Расскажем Панкреатит Это воспаление Самые Серьезные Сложные Факты Панкреатит Это воспаление Поджелудочной Железы Поджелудочная Железа У нас Орган Незаменимый Он единственный То есть Если почки Две Там Если одна Отказала На вторую Еще можно Жить Легкое Одно На одном Легком Можно жить Если Поджелудочная Железа Отказала Жить Нельзя То есть Это летальный Исход Функции В организме Первая Она Вырабатывает Пищеварительный Сок При помощи Которого У нас Прежде всего Перевариваются Белки В организме Происходит питание В организме Ну в том числе Да Ну то есть Там путем Сложных Процессов Самое главное Пищеварительный Сок При помощи Которого Пищевой Комок Он переваривается И дальше Уже вещество Поступает в кровь И организм Этим питается Вторая функция Поджелудочной Железы В том Что она Вырабатывает Необходимый Жизненно Необходимый Инсулин Для усвоения Сахара Если Человеку Счастливее Посчастливиться И он выживет После острого Алкогольного Гепатита Поджелудочная Железа К сожалению Очень плохо Восстанавливается То есть Ее восстановить Уже Поврежденную Ткань Практически Невозможно Это если Печень После острого Алкогольного Гепатита Все таки Может восстановиться То с поджелудочной Железой Совсем Все не так Она практически Не восстанавливается И тот участок Который Отмирают Он уже Не может Вырабатывать Ни пищеварительный сок Ни самое Что главное Инсулин Соответственно Человек Становится Диабетиком По воле Своей Вот Назначат ему Инсулин Уже внешне Не назначат Или там Назначат сахароснижающие Препараты Будут зависеть от него За сахаром Он должен Будет следить Если он будет продолжать пить То это дело Будет только Усугубляться Ну со всеми остальными В кавычках Сложнениями Да Да Со всеми остальными Осложнениями То есть там Эти гангрена И всевозможные Сосудистые поражения Уже вызваны В том числе И сахаром Диабетом Вот Острый алкогольный Гепатит Это к сожалению Реальность Это реальность Очень Ну такая Тавтология Это реальность Очень реально И Для мужчин Это очень большая Угроза И Ни один У нас Представитель Мужского пола К сожалению Ушел В мир иной Из-за Острого алкогольного Гепатита А кто у нас Больше-то пьет Коньячок Под шашлычок Ну раз поет Трофим Логично Ну То есть женщинам Это грозит Меньше Ну женщины же Потому что они Меньше пьют Ну женщины же Женщины все равно Коньячка столько В таких количествах Не выпивают Винцо Вот готовятся На майские праздники Компания Что они покупают Женщинам легенькое Мужчинам Чего-нибудь покрепче Женщины разные Бывают Но те женщины Которые видимо Разные Бывают У них поджелудочная Железа все-таки Выдерживает А те женщины Которые Ну как бы Обычные женщины Они понимают Что их поджелудочная Железа не выдерживает Ну я Такое вот объяснение Оно конечно Не научная Но К сожалению Острый алкогольный гепатит Это бич прежде всего Мужчин Ну в силу того Что пьют Все что горит Часто без закуски Ну или с такой закуской Которую как бы За закуску даже считать нельзя А ну еще В сочетании с курением Конечно же Да Ну выпили же Надо же покурить Вот Ну и еще Покурить И все И привет Здравствуй Острый алкогольный панкреатит И Гепатит сначала Нет Тут может напрямую Сразу Да И северная больница Скорее всего Я не знаю Можно это говорить Ну там неплохо Ну экстренная хирургия У нас где Северная больница Больница хорошая Нет Они как Нет Коллеги как могут Там они спасают И спасибо им огромное От Но бывает Когда уже Бывают привозят Уже что Спасать то некого Вот в чем дело То есть Если где то Вот опять же На этих шашлыках Где нибудь за городом В 100 километрах от Кирова Пока сообразят Вообще что Пока поймут Куда везти Привозят уже иногда Так Теперь давайте Рассказываем Что такое Этот панкреатит Неужели он может Так на самом деле Внезапно случиться Может Он может вообще На ровном месте Да случиться Даже если Не происходит В данный момент Процесс принятия алкоголя Да Человек может Выпить накануне Будет думать Что у него Вроде бы Все ничего Ну какой-то Дискомфорт Есть Ну боль в животе Она может Начинаться Из подваль Вот А потом Вдруг резко Боль перерастает В острую кинжальную И там События начинают Развиваться Очень стремительно Вот о том Чем я говорю Что иногда бывает Не успевают Просто даже довести До места назначения Профилактика Яснее и ясно Что не употребление Алкоголя Вообще Как успеть Понять О том Что нужно Срочно Какие-то Меры Принимать Сбежать Вызывать Понятно Что боль В животе Как вы сказали Это Самый такой Яркий Симптом Мимо которого Уже не пройти Боль в поджелудочной Сколько я понимаю Боль в верхней Половине живота Там ведь и язвенная Болезнь может быть То есть язва Может обостриться То есть в любом случае Если боль в животе Обращаемся Скоро Да Тем более связано С какими-то Излишествами Возлияниями Это обязательно Излишество Или человек Может принять Как всегда Он принимает Чаще все-таки Излишество Но Дело в том Что человек Может Как всегда Как обычно Принимать Излишество Ну то есть Для него Излишество Это норма Вот И всегда Вроде бы Сходило с рук А тут вдруг Найтика Не совершило Да Ну то есть Просто поджелудочная Железа уже не выдержала Она сказала Хватит меня насиловать Помимо боли Выживать Какие еще Симптомы Там могут быть Предвестники В виде расстройства Стула Но Хорошо пьющий Мужчина Как правило На какое-то Расстройство Стула Внимание Обращать не будет Для него Это уже привычное Ну может быть Стошнит Но опять же Хорошо пьющий мужчина Может решить Что это Ну там Отравился Как правило Уже Похватываются Тогда Когда начинается Острая кинжальная боль И когда уже Без посторонней помощи Человек справиться Не может Так Дальше видим Острая кинжальная боль Что происходит Что происходит Дальше Дальше Человек лежит Ему больно Его может рвать Он У него Пропадает аппетит Полностью Может быть Небольшая температура Со стулом Ну Может быть Это расстройство Может быть Если уже Там Он ничего Не ел У него И стула Может не быть Может упасть Давление Начинает Организм Уже потихонечку Отказываться От происходящего Ну Можно Так Сказать Ну Да Там Что Лучше Сказать Так Чтобы Прямо Ясно Стало Человек Начинает Это Умирание Начинается Да Уходить Ясно Есть ли Острая кинжальная боль Еще Возможно Откачать Для человека Спасают Ну Давайте Я скажу Там Конечно Статистика Может быть Другая Но Как бы Для Немедицинских Кругов Давайте Скажем 50 на 50 Не все Во власти Врачей И опять же Очень много Факторов Успеют довести Не успеют довести Когда обратился Некоторые же говорят Да ладно Отлежусь Что ты мне Какую-то скорую Будешь вызывать Там Или еще чего-то Вовремя Надо понять Некоторые Начинают Отказываться Да нет Я не пил А как догадаться Что вот У него Как из этого сериала Все врут Ну Не все Конечно Врут Но Там очень много Факторов По которым Человека могут спасти А могут и не спасти 50 на 50 Это очень на самом деле Серьезно Этот острый алкогольный гепатит Это всегда Как правило Трагедия Потому что чаще всего Уходят молодые Ну или в среднем возрасте Мужчины И даже тех Которых удается Спасти Они Они уже все равно Выходят С поврежденной Поджелудочной железой То есть Там в перспективе Или уже Сформировавшийся Сахарный диабет Или в перспективе Сахарный диабет Ну Со всеми Последствиями По качеству жизни То есть Одно дело Жить без диабета А другое Без диабета Какие еще заболевания Какие еще последствия Чрезмерно употребления Алкоголя Будут быть Импотент Импотенция Для мужчин Это обязательно Надо сакцентировать То есть Это Здесь Как происходит Вливание Алкоголь Алкоголь угнетает Сперматогенез Ведь Все-таки Это везде говорится О том Что Он Влияет Пагубно На сперматозоиды То есть Ну как Грубо говоря По пьянке Детей зачинать нельзя Потому что Сперматозоиды Могут быть дефектными То есть Детки могут Получиться Скажем так Детки могут Получиться Особенными Да Вот И не в радость Родителям А наоборот Мужчины могут Да Сначала Этому Внимание Не уделять Что там Вроде бы Угнетается Сперматогенез И так далее Но постепенно Постепенно Их жены Начинают замечать Что как-то Интереса С его стороны Меньше В том числе Это касается И любителей пива И даже Наверное Любителей пива Это касается Больше Мы с вами как раз Говорили На то что Подобное Это было уже За эфиром Было О том что Если я правильно Помню Пиво является В некотором Смысле Женским напитком Да В том смысле Что Там содержатся Некоторые Вещества Которые Подобны Эстаргенам То есть Женским Половым гормонам И постепенно Постепенно Мужчина Слоупотребляющий Пивом Становится Немножко Похож В чем-то На Женоподобном Вот И Соответственно Уменьшается Желание Уменьшается Диагога Положного пола Поэтому Я конечно С одной стороны Могу понять Жен Которые Своим мужьям Подливают Вера Вы меня удивляете Да Я удивлена Что вы Это можете понять На самом деле Но это же Какой-то Совершенный Ну как Он Ну вы По-женски Поймите Вот Логику Он Выпивший Вот Лишний раз Лег спать И все Вот Накрашенная Ненакрашенная В бигудях Не в бигудях Накормила Его Не накормила Его И к сожалению Таких семей Немало Вот Но С другой С другой С другой С другой С другой Женская Эта Потребность Нать Тоже Никуда Не делась Вот Ну видимо Подливая Мужчине Женщины Изначально Не осознает Риски Ну то есть Она Себя В перспективе Обрекает На то Что она В общем-то Станет Как вдовой При живом Муже Так А в этом Случае Возможна Какая-то Обратная Ситуация Возвращение Все как было До того Как стало так Там Зависит от стадии Куда уже Зашло Я вот Это сходу Не скажу Не знаю Тут надо Уже Отдельно Как это Работать Читать Но Ну наверное Осторожно Предположу Что Не на совсем Далеко Зашедших Стадиях Наверное Все таки Тут обратный Возврат Может быть Все таки Эпитерий Семенных Канальцев Он Вот если я правильно Помню После института Он все таки Регенерирует Неплохо Но тоже Зависит от стадии От возраста Конечно От возраста Еще То есть От регенеративных Способностей То есть В 30 лет Все таки Одни возможности В 50 Уже там Другие Мы про цирроз Так и не поговорили Про цирроз Да С чего собственно Мы и начинали Двет Хорошо Садимся на 2 минутах Про цирроз Цирроз печени Это Последняя Четвертая стадия Перерождение печени Под воздействием Мы говорим Про алкогольный цирроз Под воздействием Алкоголя То есть Алкогольный цирроз Это то что вызвано Именно воздействием Алкоголя Значит Печень Ну грубо говоря Она ожиревает И замещается Сухожилиями То есть Это комок Жира и сухожилий Вместо печени Это из-за того Что идет выработка Энергии Которую Это во-первых То есть Это лишняя энергия Сбрасывается в жир В откладываемую печень А во-вторых Печень разрушается Алкоголь Это же прямой Печеночный яд Вот Когда что-то В организме разрушается Оно Организмом Замещается Соединительной тканью Ну грубо говоря Рубцами Вот И печень становится От этих воспалений От этих химических ожогов Скажем так В рубцах И в жире А печень В норме Должна выполнять Следующие функции Она должна Очищать Это главный фильтр организма И она должна Вырабатывать Полезные вещества Витамин К И альбумин Ну такие Наиболее основные То есть Вещества Которые участвуют В свертывности крови И которые поддерживают Онкотическое давление Короче Которые поддерживают Давление В организме И жидкость Задерживают В организме Если печень Этого не выполняет Человек Тихонечко умирает От кровотечения И человек умирает От того Что у него жидкость Просто выходит Из сосудов Он не держит Он отекает весь Вот к последней стадии Цирроза Человек отечный Такой желтоватый И умирает От кровотечения Вот это вот Фатальный цирроз Уже все И плюсом От него еще пахнет Потому что В печень Те уже ничего Не фильтруют Ну что На этом Время наше закончится Хочется что-нибудь Хорошее сказать Алкогольный цирроз Если он все-таки Компенсированный Еще там Тоже есть две стадии Если алкогольный цирроз Компенсированный И человек завязал И не пьет У него есть шанс Вернуться Медленно Мучительно Трудно Хотя бы не всю Но часть печени Вернуть Потому что Печень Орган Очень хорошо Очень благодарный Который Хорошо восстанавливается Если ее не гнобить Поэтому есть одно Условие Самое главное Это больше Не пить И помните о том Что никакой Золотой середины В отношениях с алкоголем Нет Да Это мы уже выяснили Никакой золотой середины Нет Любое Употребление Алкоголя Если оно происходит Чаще 12 раз в год Это путь к синей яме Путь к синей яме Как сказал Тмитрий Ильич Батагов Директор центра Семейной медицины Влада Мед Да Семье виднее Семейной медицины Дмитрий Ильич Спасибо большое Тема у нас еще есть И я думаю Что можно Историю с алкоголем Продолжить Если слушатели Не будут против Мне лично Очень нравится Очень много Интересных фактов Через этот Продукт Раскрывается Еще про сердечно-сосудистые Заболевания Можно Да И конечно же Мы еще Про нервную систему Про деменции Да Это все еще Нас ждет впереди Сегодняшняя программа Послушайте доктора Признаю Завершенной Всем здоровья И Трезвости Трезвости Да Их сейчас Вы постарайтесь Как можно меньше Трезвого созидания Да Созидание И радоваться жизни Да Всего доброго Спасибо большое Слушайте доктора Трезвости Трезвости